Есть вопросы, которые приезжают к тебе дальше? Нет. Если вы найдете, то вы считаете, что они будут получать вопросы? Безусловно, это... Как сказать, данные информации? Мы не будем оглашать их данные. То есть имена, можно... Вопросы будут, можно ли разговаривать с вами? То есть вы решили? Ну, я думаю, представители, если они раньше работали, а сейчас нет, то они понимают, что приезжают те люди, которые попали в такую же ситуацию, как и они. И для помощи такими же, я думаю, они согласятся на данные переговоры. Мадаме Юрьеву, вопрос. А вот, хорошо, они будут работать лучше. А вот что касается представителей, у них будут ли высказаться, у вас на пикле? У вас, наверное, это... А вы, конечно, они будут в этом участке? Вы уже разговаривать будете? А... Нет. На данном... То есть мы с ним не переговаривали, на данную тему. Но это настолько актуальное дело, то есть мы, когда спускаемся в метро, видим очень много таких представителей. Вы это видите? Да. А насколько милиция к этому подчаркнула, знаете? Знаю. К сожалению, знаю. Ну, и тогда... Вы считаете, что они вам расскажут, потому что... Давайте скажем, что наши устроены на следующий месяц. За это мы их отсюда не выгоним. И вы ездите и дышите бомжами в метро? Да. Ещё один вопрос по поводу звонков в студию. Каким образом вы хотите... Кто вам будет звонить? А если вам не звонили, то там не любят, кто-то звонит о своём? Я, вот, когда по поводу... Я предложу вам сделать следующее новое. Я созданную историю создавал свою собственную жизнь. Я когда-то хотел на Тверской улице. У меня была такая форма. Я в 16-м году учил свои музыкальные училищи. У вас было самым большим извлечением выйти на Тверскую улицу по форме одежды и пройти, пошибать около гостиницы и туристов денег с принежных иностранцев. И сказать, что по собственному опыту за один день мы могли собрать, наверное, был 98-й пост, там было 2,5 тысяч. Клоу. Да. Это у нас работала группа. Слушайте, да. Я говорю просто... Нет, это было связано не с музыкой. Мы не играли ничего. Мы спрашивали. Деньги дайте. Деньги дайте. Вы не можете дать нам денег. Мы хотели бы ходить к иностранцам, и спрашивали. Мы медные курсанты, дайте денег, нас не кормят. А потом горнородится манение о России. Так вот, если следующее, возьмите вашу структуру, вашего гуманистского расследования. Пойдите, не лёгко, если вы писали, то вы представляете. Я вам серьёзно говорю. И вы тогда срочно поймёте, кто крышуует, кто не крышуует, каким вот образом. То есть вам единственное, что надо взять, вам нужно придумать какую-нибудь бумагу, придумать, где ее получили, а кто-то даст вам разрешение, это попробовать. Ну, не знаю. Рыноватый. Потом придётся искать Васильева. Ну, давай. Почему? У кого-то ещё может стать, но здесь всё по кругу, углупрофесс. Ну, углупрофесс, попробуй совать какую-то сумму денег, просто понять, на что вам нужно делать, а что он, видимо, не придёт. Но тем приказом, какая-то, эскалация. Ну, поймите, что само медицинское общество не готово к таким вот раскрытиям. Оно не готово. Ещё долго не будем готовы развивать свою карту. Если они уже готовы, тогда мы уже занесем. Да. А, я не знаю, что я вас нашел. Ваши решения, сделайте чуть-чуть на одном, а я расскажу, какое Ваше решение. То есть, если так, Вы делаете, чтобы Ваша автория знала, кому действительно можно напомнить, как это прообещается. И какие-то Ваши предложения, соответственно, много органов, допустим, создавать какую-то организацию по работе этим действительным дающим людям или как-нибудь другое? Конечно, в метро или в других транспортах не только инвалиды, которые просят детей. Мы можем встретить кучу пожилых женщин, кучу пожилых мужчин, которые стоят на улице и просят подавьян. То есть, я считаю, таким людям мы можем подать лишь из-за того, что их что-то вынудило выйти на улицу, в таком жилом возрасте стоять на улице и зимой, и летом, наносить деньги. То есть, тут мы задаемся скорее что-то внутреннее в этих путей, и понять, кому мы можем подать денег, а кому нет. Потому что, когда мы разбирались в данной теме, мы, например, узнали, что есть другие люди, как называются Мадонны. То есть, это женщины с детьми, которые просят денег. И, когда мы разбирались в данной теме, мы узнали ужасные вещи. То, что, например, такие дети, они не живут в мире, как в мире, потому что это накачивает, к сожалению, то ли наркотиками, всякими медицинскими средствами, не мешали работать. То есть, не плакали, все, что свойственно маленьким детям. И вот мы должны понять, что если мы подаем эти деньги поддонным, такими женщинами, с детьми, то мы их побуждаем на то, что все-таки они получают эти деньги. И они будут также дальше продолжать воровать, и дальше продолжать работать. А если мы им не будем подавать данные деньги, то может быть, то есть, есть хотя бы маленькая доля возможностей, то есть, что таких женщин станет меньше. Скажи, пожалуйста. Да, буквально вот дословно, вы сказали, не хотим знать мнение религии, поэтому вопрос, что мы возьмем интервью, то есть, у представителей церкви, у представителей мечети, так как это две основы. об убийствах. А другие даже. А другие даже. Здесь, как известно, говорится, что надо помогать ближним скрым. но если мы будем следовать только этим побуждением, то мы рождаем не только красота, это хорошо, но мы рождаем больше таких предстоящих, которых не являются тем неуждающим. чёткие ответы православные и расчетения добавки. Что вы хотите сказать в своём представителе? То есть, ну, ответ православным понятиям. Да, бумага не нужна, да, не проценте, отдельно ответственность. Я ответила, что тебе не должно быть важно, ты подаёшь и всё, и дальше тебе не должна быть интересная судьба, ты его милости не даёшь, и как он, как он, ты делаешь благое дело, а в каком церкви это не умеет? Я хочу напомнить, почему мы взяли мусульманов и христианцев. Большинство просящих, по данным, которые я могу сейчас уточнить, как смотрелось, большинство просящих приезжие, то есть, люди, которые не живут в Москве, и которые являются другой национальностью. Поэтому у нас как же две основные религи в нашем городе, страна вообще у нас много национально, мы хотим уже взять религи и те и те и те тема. Я хочу сказать, она вам очень грустя, но вы не видите, я сама для одного с моим возрастом, но у вас она очень стомальная, у нас мусульмалисты, вы верите, хорошая лица в полицию сейчас, здесь большинство цыгане, это, на самом деле, их тоже стоят. если вам нравится тема, вы можете ее оставить, но там будет более оригинальная подача. что сейчас вы нам предложили, это все дано заезжено, никакого истинного концерта, никто не выявит. Религи даже да, Мадонна есть, еще все хорошо, что они сказали и правы. Вам какое-то расследование за честность. За честность. Вы знаете, люди, которые вызывают какие-то они чистые делают, а вот те, которые вносят там еще не флаг. Можно вопрос, какой вывод из ваших передач? Люди, к сожалению, начинают подавляться и включают перед окружающим. Мы хотели не вводить их во злобность, чтобы они обижались на то, что происходит вокруг, а пытались понять, что может быть может быть